Еще в июне этого года, после получения киберспортом официального статуса, обсуждение его состояния в нашей стране быстро стало одной из главных тем для общественности. Федерация компьютерного спорта России с тех пор идет семимильными шагами. Очередным таким шагом стало создание первой киберспортивной студенческой лиги. Проект ВКСЛ стал отличной возможностью для студентов реализовать свой потенциал, представить свой вуз и оказаться в числе лучших спортсменов России. И чуть-чуть не хватило, но фирм забирает этот раунд. Лига проходила в рамках IT-форума Дальинфоком-2016. Организаторы решили, что таким образом можно будет привлечь внимание к набирающему обороты киберспорту. Этап отборочных внутри вузов – это наша собственная инициатива, как приморского отделения в других отделениях, то есть, например, в Москве. Такого нет. Вузы сами формируют свои составы и выставляют. Мы решили сделать это в рамках Дальинфокома, потому что и для нас это интересное событие. И нам хотелось, чтобы представляли сильные команды, собственно, вузы, потому что нет специалистов по составлению команд внутри каждого высшего учебного заведения. А мы в этом разбираемся и мы можем им с этим помочь. Шанс посоревноваться на полном серьезе в самом настоящем чемпионате был у каждого студента Владивостока. Нужно было лишь собрать пятерку своих сокурсников и зарегистрироваться. ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыпфтуз – потенциальные киберспортсмены нашлись везде. И у всех огромное желание попасть на суперфинал. Для начала показать, на что мы способны, команды в целом. Ну и постараться побороться за главные призы. Ну, главная задача – это попасть в Москву, конечно же. Потому что, ну, когда попадаешь в Москву, там можно произвести больше впечатлений на людей, показать себя из чего-то и защитить хотя бы честь своего Дальрыптуза. Дисциплины здесь уже, как говорится, классические. Это Дота 2, League of Legends, шутер Counter-Strike, футбольный симулятор FIFA и карточная игра Hearthstone. На сегодняшний день участие в ВКСЛ подтвердили 8 городов – от Москвы до Владивостока. Все они будут бороться за призовой фонд в 7 миллионов рублей. Организация студенческой лиги по компьютерному спорту – это прорыв для студентов, которые мечтают реализоваться. И для ВУЗа это большая возможность показать, что они поддерживают такой инновационный вид спорта, как компьютерный спорт. Первая часть отборочных, в которых каждый университет определился со своей сильнейшей командой, завершилась. Турнир стал для всех любителей настоящим праздником киберспорта, при этом показав всему IT-сообществу страны весь размах, присущий компьютерным соревнованиям. Следующий этап, где команды ВУЗов играют между собой, то есть в ГОЭС против ДВФО, к примеру, это, собственно, предстоит нам увидеть с 1 ноября. Это будет очень длинный этап, закончится он уже в 2017 году. Далее нас ждет этап, при котором лучшая команда именно Приморского края состязается с другими регионами Дальневосточного федерального округа. И только вот лучшая команда всего ДВФО летит в Москву. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.